Всем привет, друзья! С вами Махан Хоррор, и в очередной раз я поиграю в игрушку на RGM. Называется она Demon Killer Underground Battle, не обращаясь внимания на вот это интро, которое было. Я вообще не знаю, к чему оно было и почему там было написано НА! Типа НА тебе, поиграй! Да нет, на самом деле, может HAA, а к чему, я не знаю. В общем, название никак с этой аббрагатурой не сочетается. Давайте, как всегда, посмотрим файл помощи. Здесь какие-то стрёмные скриншоты. Стрёмный скриншотит из игры с интерполяцией, вообще ужасно вставленный. И еле видно, ну, видно, и всё равно более-менее, управление в игре. Значит, ну, тут всё элементарно, кроме открывания дверей, потому что она на Q. Я не знаю, с чем это связано решение. Ладно, не будем даже гадать, просто посмотрим на игру. Сразу предупреждаю, чуваки, которые работают на ройкестинге-мейкере, звуки узнают многие, особенно вот этот. Замечательный звук для волшебной палочки, или что это у нас такое, скипетр какой-то. Прямо настолько подходит. Блин, на Q дверь открывать я теперь буду постоянно путаться, потому что я привык либо на E, либо на F. Даже три варианта у меня. Открывать двери на разные клавиши, но уж точно не на Q. Можно на пробел, можно на E, можно на F, на что угодно. Но, блин, почему на Q? Это странно. Ладно, продолжаем. Значит, у нас F1, это карта. Э, нафиг она нужна пока что. Вот когда буду путаться, тогда ее и включу. Что-то такое. О, кстати, вот это оригинально сделано. Вот этот враг, который, кажется, декорацией, остается как декорация. Эти сталагмиты, что ли, называются, когда они из-под земли-то торчат. Хотя я не знаю, что это, может быть, это вообще какие-то... Нет. А то, что в прошлый раз я играл, это не похоже. Ну, я имею в виду, вы сами поняли. В прошлое, летсплей, кеймплей под номером 43. Так, открываем очередную дверь на Q. И пока ничего, никакого разнообразия. Враги все одни и те же. Подбираем какие-то непонятные... А, это были жизнь, да? Так, ясно. Значит, что у нас тут дальше? Да ничего, все то же самое. Мне это серое небо, кстати, очень не нравится почему-то. Оно очень прям мазурит глаза. Тут бонусы еще собирать можно. Типа куча золота. Ну, все равно они нам ничего не дают. Формально, да. Но в качестве предмета для удовлетворения своих еврейских наклонностей это для меня лично очень даже хорошо. Я буду собирать золото. Мне нравится это делать. Так. Да что-то все, блин, одинаково, реально. Как-то это вымораживает даже. Такс. Ну, давайте включим карту и немного по ней начнем ориентироваться. Все-таки зря я сначала сказал, что... А, черт с этой карты. На самом деле, я играю в эту игру первый раз, конечно, и не знаю, куда идти. Поэтому уж легче будет по карте ориентироваться. Вот, кстати, я вроде отсюда пришел. Так. Сюда. Теперь сюда. Да, я оттуда его пришел. Хорошо, что он на карту посмотрел его. Понял, что надо идти в другую сторону, на самом деле. Так. Еще золото. Еще какая-то... А, вот это жиськи, жиськи. Я все время не понимаю, что это жиськи. Из-за того, что это на жиськи даже не похоже. Никакой ассоциации с пополнялками здоровья в этих спрайтах нет. Если вот эти здоровые кристаллы, которые я уже не могу показать, но они остаются после того, как мы уничтожаем врага... Блин. Непонятный звук, когда стреляет этот червь из-под земли или что это такое. Вот. Вот эти вот большие кристаллы. Еще ясно, что они могут как мана служить, потому что мы какой-то маг, если мы со скипетром ходим. Вот эти аптечки вообще до сих пор я, кстати, не объясняю. Ну ладно. Черт. Сколько надо, столько и буду объяснять. Так, 30 жизней. Мне одна аптечка пополняет. Так. Блин, как-то они резко очень отнимают жизни, и походу их было несколько, но это вообще варварство какое-то. Еще раз попробую. Даже, знаете, я вот так сделаю. Продолжаем с этого места, собственно, и я даже сохранился на всякий случай, чтобы если вдруг чего начинать с него. Знаете, что я понимаю в очередной раз? То, что все-таки на видео играть гораздо сложнее, чем без видео. Не знаю почему. У меня лично так. Может, у кого-то будет по-другому, и я надеюсь, что это, если и будет по-другому, то будет в лучшую сторону, по-другому, так скажем. О, стандартные буллеты. Это вообще офигенно видеть. Особенно в игре, в которой вроде как графон-то неплохой такой. Ну, вы понимаете, для игры на рекейстинге мейкере, конечно. Единственное, что серое небо бесит. Вот прям, не знаю, до сих пор... Вот прям не могу, как заноза в заднице. Это серое небо можно было бы как-нибудь поинтереснее цвет подобрать. Вот это небо, оно делает серым всю игру как-то. Оно так разбавляет жестко. Кстати, эй, это что это за херня там такая ходит? Можно уничтожить этим скипетром. Давайте сохранимся. На второй слот, потому что первый... В случае чего просрать не хочу. Могу бы и покультурнее выразиться, если скажете, да ну нафиг. Вот еще культурнее говорить. Не буду вообще слов подбирать. Так, к выходу уровня. Это нам надо обратно, что ли, вернуться? Ну давайте обратно возвращаться тогда. Скучновато. А поскольку скучновато, это томить я не буду. И поэтому сразу вот так вот сделаю, да? Итак, собственно в этой комнате меня ждет сейчас полный амбец. Мягко говоря. Вот, и надо как-то справляться с противниками, которые ни с того, ни с сего начинают атаковать. Видите? Это вот по-вашему честно вообще? Я только из-за угла вышел, меня уже почти полностью расфигарили. Благо здесь хоть разработчик не настолько был отрешенный, и сюда аптечки эти добавил непонятные свои. Господи, откуда? Вот опять враги, смотрите. Вот прям экшен нафиг начался. Только экшен, с учетом того, что у меня волшебная палка не так уж и быстро стреляет. Так, я так понял, все, это выход. Ой, благо, хоть я прошел этот первый уровень. Кстати, он длинный такой был. Второй уровень выглядит по-другому. И такое чувствую, что мы попали в прямую кишку к какому-то огромному зверю. Наверное, к динозавру. Сейчас. Нету, нажал. Сейчас сохранюсь. Ну, собственно, здесь в оформлении меняется, несмотря на то, что это похоже. Нет, это подземелье на самом деле. Хотя на прямую кишку тоже похоже. Цвет такой. Говорящий. И немного вот эта вот пиксельная каша, она начинает рябить в глазах. И, кстати, немного, это слабо сказано. О, кстати, да, я теперь пользуюсь этой хитростью и стреляю из-за углов. Я вообще ей давно на самом деле пользуюсь, но сейчас я стал этим пользоваться чаще, потому что на видео трудно проходить по всем правилам, так скажем. Да, и я теперь сохраняюсь довольно часто. Надо с талагомитами, с талактитами, то есть мы можем проходить, если их можно так назвать. Это похоже на фекальные массы, которые повисли в прямой кишке того огромного зверя. О, кстати, я же говорю, что это похоже на огромного зверя. Ё-моё, патроны, что ли, закончились? Вот эти все волшебные палочки мне напоминают Херетика или Хексина. Вот, это похоже, кстати, на то, что мы находимся во рту какого-то огромного зверя. Динозавра, опять же скажу, наверное. И ладно, еще раз, не буду больше упоминать про динозавров. Про динозавров меня почти замочили. Так. Так я не понял, всего пять патронов, что ли, этому замечательному оружию дали, которое самое толковое в игре? Ну да, типа... На тебе. Меч. Меч. Э, я думал, меч это... О, кстати, когда я приключаю оружие, прям как в гульмане, помните, да? О, такая херня. Да почему все так делают? Это еще по-стандартному, что ли, засеченные? Вы забываете это убирать? Странные вы люди. Так, ладно. Собственно, вот этим оружием я и буду всех мочить. Потому что я сразу же могу пополнить тем, что они оставляют после себя. Я имею в виду не дерьмом, а вот именно патронами, которые они оставляют. Потому что, я уверен, они бы и дерьмо оставляли, если бы это можно было бы реализовать в рейкестинге мейкере. Вообще, на самом деле, злой какой-то в последнее время. Поэтому, я говорю, совершенно необъяснимые, но злобные вещи. Поэтому, ладно, надо притормозить немножко. И так. Берем-ка мы эту вот штуку. Ну, хп у нас вроде еще пока терпимо. Но, все равно сохранюсь. Потому что я боюсь все-таки пропасть в каком-нибудь месте. Тем более, на глупом, если в моменте я запарюсь. Это вообще будет позор. Так. Странные какие-то эти чуваки. Я вообще не могу понять. Это кто такие? Гоблины? Гоблины черти, что ли, какие-то? Да и эти черви тоже непонятные. Да и вообще, где мы находимся, непонятно. Ну, можно предполагать, в принципе. Не так уж и плохо, когда рабочий предлагает пофантазировать. Мы каких-то этих сатанистов убиваем. Или это вообще сам сатана был сейчас. Вот эта комната, вот так вот, оформленная, мне офигенно нравится. Но когда мы переходим в эти коридоры... Да, в принципе, кстати, неплохо все решено. Я вот все придираюсь-придираюсь, а... Игрушка-то неплохая. В общем-то, в целом. И здесь есть ляпы такие, знаете, которые портят впечатление общее. Поэтому я сначала и начал игру-то не особо хорошо характеризовать. Так я не понял, здесь чего? А, я собрал ключ сейчас, да? Поэтому надо идти к выходу. Окей. Не знаю, что-то я тупить начал. Сейчас я к выходу поближе подойду, и мы продолжим. Так, продолжаем на том моменте, который мы еще не встречали ранее. То есть я уже приближаюсь к двери. Хотя я еще далековато от нее, но все равно я гораздо ближе, чем был буквально момент назад. Так. Ну, я думаю, судя по окружению и всему, что здесь происходит, разработчик очень даже неплохо справился. Очень у него хорошее воображение. Видно, графика оригинальная. И я не знаю, на самом деле я понимаю, что игра сделана довольно давно. И ранее на рейкестинге-мейкере игры не такие качественные выходили, как сейчас. Судя вот по тем меркам, наверное, я тогда просто не застал это время. Вот игра была бы даже очень достойна представителям. В общем, только вот баланс здесь немножко похрамывает или похрамывает моя техника игры, если это можно назвать техникой вообще. Мне кажется, все-таки техника хромает, потому что, видите... Так, надо подбежать к этой аптечке. Видите, это все по глупости. Все равно я как-то справляюсь. Я на всякий случай сохранюсь. Теперь буду почаще сохраняться. Так, это у нас скорострельное оружие. Откуда? А вот откуда, откуда, откуда? Не вижу. А, понял, все. Издалека. Откуда же еще? Так, подбираем аптечечки, аптечечки. Ну и идем дальше, собственно. Э, вас слишком много здесь, чуваки. Это нечестно. Это очень нечестно по отношению ко мне. Да и к любому игроку, кроме меня, в принципе, тоже. Мы вот сейчас вот так вот сделаем. Тоже нечестно. Это чит. Можно назвать это читом смело, потому что я заранее начинаю стрелять в то место, где я знаю, что появится враг. Если я, конечно, к нему поближе подойду. Вы сами понимаете, о чем я говорю. И, походу, их надо было просто вот так замочить, на самом деле. И продолжается веселуха. Меня продолжают обстреливать. И, собственно, я опять умираю. Ну, не зря я все-таки в этом месте сохранился. Но надо потом еще тоже сохраниться. Все. Так. Обязательно скорострельную пушку. Пушку, если ее можно пушкой назвать. Функции, в принципе, та же, что и у пушки. Так, сейчас, 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 сейчас. Давай еще раз, еще раз. Еще одну. Так. И возвращаем. А, здесь вот две аптечки. О, как я их не заметил-то раньше. Надо сохраниться. Так. Теперь сюда. Так, понапихали. Засунулись обратно. Подобрали, понапихали. Ё-моё, не хватает патронов, конечно. Ну, да, потому что их мало. Для такой этой. И еще тут враги. Слушайте, они продолжаются и продолжаются. Уже аптечки придется чуть ранее искать. Я вроде помню. Нет, я, конечно же, все уже собрал. И я так чувствую, это сделал совершенно зря. Сейчас мы опять сохранимся. Второй слот уже на этот раз. Потому что 18... Нет, здесь еще есть аптечки. И, в принципе, даже сохраняться-то можно было и не сохраняться. Так, идем дальше. Нет, смотрите, с балансом, в принципе, все нормально. Это беда только с тем, что я играю плохо. Знаете, на самом деле стоило ждать того, что я все-таки человек, и я могу ошибаться. В самом начале, я думал, что игра, ну, она дерьмовая, я думал. Нет, она хорошая, на самом деле. Вполне достойна внимания. И несмотря на то, что сейчас делают проекты намного качественнее, чем раньше, этот проект вполне вписывается в средненькое качество нынешних проектов на RGM, так скажем. 72 жизьки. 70 жизек. Ну, не так уж и много он у меня отнял. Ну, все, уже сейчас конец будет, и там, думаю, опять этот сатана нам встретится. Придется бежать за патронами. Успел-таки подобрать. Э! 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 С ума сошли, что ли, так резко жизьки-то отбавлять. А где, кстати, они? Еще непонятный звук. Не особо чувствуется, что в меня кто-то стреля... Ясно все! Ясно все, понял. Не особо чувствуется, что в меня кто-то стреляет, из-за того, что звук, он, ну, он не похож на то, что мы получаем повреждения. Он без опаски, без всяких этих... В общем, тревогой он для нас не звучит. Продолжаем проходить игру. Ух ты! Еще одна новая локация. Слушайте, я доволен игрой, на самом деле, хорошей игрушкой. Зря я так в самом начале. Признаю, я ошибаюсь, я тоже человек. Да. И всем рекомендую в нее поиграть. Я даже кину ссылку на нее. Блин, на прошлое видео я не кидал ссылки, но, понимаете, я же снимаю именно для РГМ-чиков этот материал. Поэтому они знают, где это скачать. Собственно, на этом же ясно. Так. Здесь надо поаккуратнее. Я что-то соваться стал больно активно. Да. Уж очень сунулся нехорошо. Эй-эй-эй-эй-эй. Ай, зараза. Знаете что? Я скажу просто. Игра хорошая. Я ее обязательно проведу, но не на видео. Потому что на видео у меня хуже получается. Гораздо вам рекомендую поиграть в нее. Я наверняка знаю, что... Много, наверное, кто ее уже видел. Из тех, кто уже бывалый РГМ-чик, так скажем. Я вот не бывалый, я в первый раз видел. А с вами же был Махаун Хоррор, игрушка Демон Киллера. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно. Я буду чаще снимать, если будете ставить лайки. А то что-то вообще плохо ставите лайки, если честно. Вот у меня целевая аудитория организовалась. Она лайки ставит, но там буквально не так уж и много человек. Ну и, в принципе, на этом все. Всем до встречи, пока.